25% мы бы купили на 1000 рублей то с акцией мы купим на 800 рублей то же самое да то есть с акцией на 1000 рублей то же самое 1000 это никогда не будет 800 рублей просто на те же самые товары вы потратите теперь 800 рублей это правильно дальше тут у нас еще остается 200 рублей правильно 1200 рублей это 1 5 получается а от 800 это 1 4 от числа 800 200 рублей составляют четвертую часть 25% да спасибо правильное решение ответ не 20% поскольку вы ее решали не очень быстро давайте-ка я чуть-чуть изменю числа скидка 50% да скажите пожалуйста на сколько процентов больше чем планировали вы сможете купить да мы сможем на 60% неверно на 50% неверно на 100% на 100% на 100% на 100% у нас в 2 раза больше Это, конечно, ужасно тяжело, но тем не менее, тем не менее, так получилось. Слушайте, а все знают историю, которая произошла вчера с айфонами? Я знаю. Это потрясающая история. Входит во всем мире очередная версия замечательного телефона. У меня его никогда не было, потому что я его считаю очень дорогим, не традиционально дорогим, да? Но тем не менее, кто-то вот считает, что такие телефоны должны быть, ради бога, используются, хотя я считаю, что это слишком дорого, но тем не менее, объявляется, будет продажа. Там первый раз будут продавать, на кухне, как раз вчера, выстраивается сумасшедшая очередь. Люди два дня в палатках под дождем, так бы противная была погода в эти два дня, ждут, мерзнут, мучаются. В какой-то момент им можно войти в магазин, уже все эти телефоны лежат, их можно покупать. И выясняется, что из всех присутствовавших там, у 247-го в очереди есть деньги. Он реально собирался покупать телефон. Предыдущие 246 стояли в очереди в надежде, что какой-нибудь дурак заплатит им хоть что-нибудь, и они ему уступят свою очередь. Заметьте, это потрясающее соотношение, ребята. 246 человек стояли в очереди, и 247-й только при этом был с деньгами для того, чтобы купить. Остальные хотели всего лишь заработать на том, что они создали эту очередь. Посмотрите, пожалуйста, вокруг ровно то же самое произошло у нас на Малом Матте. Но как же, мы же это сам построим, пообещаем, что никого не пустят, и так далее, и так далее, и так далее. Когда на самом деле никакого дефицита нет, не может быть. Кстати, всем понятно, почему не может быть дефицита на телефоны? Да. Потому что в рыночной экономике, если бы эта фирма знала, что ее купят, не знаю, миллиард штук, то она бы сделала миллиард штук, получила бы на этом, понятно, да? Там прибыль и так далее. В рыночной экономике дефицит это очень странная штука. То есть, возможно, на очень небольшие промежутки времени. Так, ну так все-таки на 90% снизили цену. Да? 900. Молодец. Дело в том, что можно купить 10 раз больше добавок. И, соответственно, ответ будет 900. Замечай. Александр Алексеевич, есть формула. Вот. Какая же формула? 100 минус x умножить на 100 делить на x. Ребята, вещь очень простая. Когда вы говорите на 20%, так, пожалуйста, вот такую дабличку себе запишите, потому что это очень важно. Фиксируем, что надо с ней написать. Уменьшить на 20% число, это то же самое, что умножить на 80. А теперь заявление. Если перемножим эти числа, а именно 80 и 1,25, то получим точность 1. То же самое здесь. Здесь у нас, спадая, 5 десятых, а здесь 2 раза. Здесь у нас 1 десятая осталась от цены, очень небольшой список, а здесь 10. Так, ну давайте в качестве контроля, скажем, уменьшили на 40%. Вполне можно такую задачу решить. И уменьшили на, ну на сколько? 99. Ну давайте на 45%. Кто может объяснить, что тогда надо делать? Кто сможет выписать вот эти числа? Что значит уменьшить на 40%? Это значит умножить число на сколько? 0,6. 0,6. Ребята, 0,6. Так, а уменьшить на 45% это значит сколько? Это значит, это 55%. То есть 0,55. 0,50. Теперь надо найти вот это число. Давайте поймем, что это такое. Нам нужно найти такое число, что когда его умножишь на 6 десятых, то получится 1. 1 делить на 0,6. Так, ребята, если кто-то случайно спросит, что еще не очень знает дроби, ничего страшного, это все наживное. Вообще тема проценты, она очень важная. 6 десятых, это 6 десятых. Пишем единица, дальше две точки на отделение, а дальше в виде обыкновенной нормы 6 десятых. А дальше есть замечательное правило. Как делят на 0? Переворачивайте. Пишем. Равно. 10 шестых. Да, да, правильнее. 10 шестых. Отлично. Отлично. Вот туда, вот. Да, да. Прямо. 10 шестых можно по-моему короче написать. 5 третьих. 5 третьих. Отлично. А теперь сколько процентов? Это надо на самом деле единичку вычесть. Останется 2 третьих. Но 2 третьих надо в процент. Это требует 20 третьих процентов. Так, 20 третьих. Кто-нибудь знает? 200 разделить на 3. 66 и 6 перейти. 66 целых. И сюда. Там не место осталось. Да, да, да. 66 целых. И 6 периодов, да, запятная. 6, 6 и так далее. 6, выгодочек. Пожалуйста. Как угодно. Можно там. Итак, 66 целых и 6 периодов процентов. Отлично.